Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я поясню, живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране, о чем на самом деле сплетничают турки, чем интересуются, что здесь в Турции происходит, вам на этот канал. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь обязательно. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Вчера в Эрзуруме суд оправдал сирийца, которого зовут Мухаммед Рынбех, в убийстве гражданки Российской Федерации, которую звали Анастасия Емельянова. Если вы помните, в сентябре месяце 23-м году тело девушки нашли ее знакомые. Она умерла от кровопотери, предполагаемо после конфликта с молодым человеком. Я напомню, что они находились в Турции. Он не турок-сирийц, она россиянка, у нее разные гражданства, они не граждане Турции. Она эмигрантка из России, занималась активной социальной деятельностью, была в ФЕМ-сообществе и так далее. В общем, это все не важно. Был конфликт, были трудные какие-то отношения, девушка пропала, друзья ее потеряли, я прям помню, парочку дней в соцсетях ее искали. В общем, эта вся история была описана и в СМИ. На видео у меня выходило в сентябре месяце, про эту историю мы говорили. И в телеграм-каналах о русскоязычных, о Турции вся эта информация тоже была. Это я немножко, чтобы вам напомнить, что было. Так вот, вчера его оправдали. И это просто, я не знаю, это феноменально, наверное, учитывая то, как больна, остра тема в обществе турецком домашнего, семейного насилия. И вообще в плане убийств, причинения вреда, к сожалению, не разглашаются никакие подробности этого дела. Я знаю точно, что правозащитная организация турецкая, организованная турчанками по борьбе с домашним насилием и защитим пострадавших от домашнего насилия, курирует это дело. Они оплачивали адвоката потерпевшей стороне, которой представлены, видимо, родители этой девушки в суде. И адвокат Анастасии будет, конечно же, обжаловать решение, которое было выдвинуто вчера в суде. Как пояснил суд вчера, что не было улик, напрямую доказывающих однозначную причастность молодого человека к убийству. В ходе расследования с сентября месяца до вчерашнего дня он несколько раз менял свои показания. Сначала он говорил о несчастном случае, что это произошло случайно, он ее толкнул, она порезала ногу и умерла от кровопотери. Затем было установлено, что были нанесены другие повреждения на теле погибшей, удары зафиксированные судмедэкспертом. В конце концов он сказал, что была потасовка, мы ругались. Потом он вчера уже, на суде окончательное слово было, что он нашел ее уже мертвую в квартире, ничего, не было никакого конфликта. Вообще девушка, напомню, что Анастасия Емельянова, она работала системным администратором в одной из компаний в Эрзуруме. У нее были романтические отношения с этим молодым человеком, Арнобехом. Он работал баллистой, делал кофе в местном кафе, так они и познакомились. Очевидцы были, соседи, которые слышали, что был конфликт в квартире, но позже, вот со временем, уже обнаружили тело этой россиянки без признаков жизни. И молодого человека, как главного подозреваемого, задержали. То, что это вчера было оправданием, просто без комментариев. Все, конечно же, это вчера обсуждалось не сильно широко в новостях всех турецких, но в сообществе, которое по правозащите турецком, да, эта тема очень обсуждалась. Что вы думаете по этому поводу, ваши версии, напишите в комментариях, особенно те, кто здесь живут. Для писательницы Элэм Ток и ее 17-летнего сына, помните дело, который сбил аварию молодого человека, наехал на него, он несовершеннолетний, ему не было 18 лет на тот момент авария, которые убежали в Америку, а их потерпевший мужчина умер в итоге. США выделили ордер на их арест. На данный момент эта знаменитая писательница, ее сын, находится в розыске. Конечно же, соцсети турецкие не могли оставить это без внимания, эту новость. Люди ждут правосудия, наказания, экстрадиции писательницы, ее сына обратно в Турцию. Честного, справедливого суда здесь, на родине. Посмотрим, как будет дальше развиваться эта ситуация. Вот в течение трех месяцев был выделен этот ордер на их арест. У нас новые правила ограничения на ввоз мобильных телефонов. В стране вводятся новые правила таможни, касающиеся ввоза мобильных телефонов из-за границы, но в упаковке новые непользованные телефоны, условно, для продажи или на подарок. Согласно нововведениям таможни, пассажирам запрещается ввозить более одного мобильного телефона в упаковке закрытого, как я сейчас и описала. По новым правилам, если даже гражданин на месте, на таможне, готов уплатить таможенную пошлину за ввоз второго телефона и более, то это запрещено, это сделать будет невозможно, правило ввозить только один. В случае попытки ввоза второго телефона, он будет конфискован на таможне. Этот второй телефон или более их количества, они после конфискации могут храниться в течение трех месяцев в офисе таможни в аэропорту, конфискованных товарах, и могут быть возвращены иностранцу через течение этих трех месяцев по вылету из страны. Это называется, по сути, таможенный склад, который будет на территории аэропорта. Ну, он и есть, как бы, можно им воспользоваться как хранением. Так что это правило новое, оно будет касаться только купленных за границей новых телефонов, не бэушных, не использованных, которые там вставлены, сим-карты, это не касается. Насколько вы помните, в президентских еще выборах год назад, тема комиссии, эти оплаты пошлин иностранных телефонов, напомню, айфоны самые дорогие в мире, это в Турции, пошлина, там практически пошлина за авоз, накрутка цены, там просто ата сцены, потому что телефоны блокируются здесь. Нам обещали, в общем, в предвыгранных многих компаниях последних, что будут рассматривать, а вообще об отмене этого закона. В декабре 23-го пошлину повысили, она еще выше стала, до 1000 долларов поднялась. Сейчас эти правила на ввоз новых телефонов. Почему сейчас это правило вводится? Оно, конечно же, понятно. Когда пошлину поднимали в декабре, все рванули, если помните, в новостях тоже я освещала это, в Грузию, это ближайшая наша граница из Трабзона, где можно было купить телефон, вернуться обратно, либо разблокировать его по старой пошлине, или перепродать. То есть, возят телефоны, не распакованные, конечно, в коробочке все, под пленкой, для продажи здесь. Даже при заблокированной сим-карте через время, все равно это выгоднее и дешевле, это пользуется спросом. Люди как-то, я скажу честно, но не советуют им пользоваться, нелегально разблокируют как бы в серую эти телефоны. Но также вводится еще правило новое, что один раз оплати пошлину. То есть, если у тебя есть айфон, разблокированный здесь, и EMA номер, разблокированный в Турции, то ты его можешь присудить, скажем так, воспользоваться, и на следующий аппарат, который ты привез за границу. То есть, оплати пошлину один раз, и следующие твои покупки за границей айфонов ты прикрепляешь к этому же номеру. Но возить теперь, вот условно поджимает всю эту систему. Что вы думаете по этому поводу? Ну, а я скажу так, что намного меньше стало пользователей айфонов в Apple Store. Также есть покупатели, и все равно даже за высокую такую цену технику эту приобретают, ей пользуются, ее здесь любят, уважают. Люди берут кредиты для этого, но все равно в использовании Apple продукции активно в Турции ходят по рукам людей. Одна из самых обсуждаемых тем в Турции в эти дни – законопроект о бездомных животных. Точнее, о их убийстве, назовем как есть, своими именами. Четыре министерства Турции, они подготовили новые правила, которые должен одобрить парламент. Правила по усыплению животных, бездомных животных. И это основная мера по решению проблемы. Очень много нападений бездомных животных на людей, атаки, кусает людей. Очень много этого в новостях. Тема очень активная. Согласно данным этого документа, подготовленного министерствами, власти тратят просто миллиарды лир на чипирование животных. Вы знаете, все бездомные животные в Турции прочипированные. Их кормит государство и муниципалитет. Это, кстати, самая большая статья расходов – это корм животным. Содержание приютов. Выплаты компенсации людям, на которых нападали собаки. Оплата, например, вакцинации от бешенства. И, конечно же, бездомных собак, которые чипированы, их стерилизуют. Им делают операции, чтобы у них не было потомства. Критикующие правозащитники животных намерены критиковать, скажем так, власти. Какие их аргументы, которые в соцсетях сейчас распространяются. Что право на жизнь, оно должно быть у каждого неприкосновенным. Даже если это простое животное существо. Там собака, кошечка, котик, неважно кто. Все имеют право на жизнь. Для контроля и численности есть более гуманный способ. Например, вместо усыпления всех подряд стерилизовать. Это тоже потрачено на деньги, как и на усыпления. Но оставить жизнь животным. И необходимо улучшить условия в самих приютах. Расширить приют. Это требуют зоозащитники. И ужесточить наказание для тех, кто бросает домашних животных на произвол судьбы. От них отказывается. Брошенных животных тоже в Турции очень многие. Много. И знаменитости звезды выступают публично в соцсетях. Записывают видео против этого закона. Вот эта тема последних двух недель в Турции в социальной жизни активно обсуждается. Буквально на днях, два дня назад в Мерсине произошло очень крупное ДТП с участием автобуса, перевозившим пассажиров, грузовика и двух легковых автомобилей. Просто сразу в этом ДТП пострадало 39 человек госпитализированы и погибло 10 человек. Об этом уточнили источники МВД Турции. Министерство финансов Турции усилило проверки для увеличения налоговых поступлений. И рассматривается введение обязательной экспертизы для всех сделок с недвижимостью, которые происходят здесь в стране. Но на данный момент все эти экспертизы, все это обязательно у покупателей недвижимости для иностранцев. Это условия для продажи жилья иностранцам. Они должны предоставить отчет о рыночной стоимости реальной объекта. Если это будет законодательство расширено, принято, то оно распространится на всех, в том числе не только на иностранцев, но и на граждан Турции, на всех участников рынка недвижимости. И это приведет к более прозрачным сделкам по недвижимости. Очень много было нарушений для золотого паспорта за 400 тысяч. Сейчас уже это 400 тысяч долларов. Завышали стоимость недвижимости. То есть по факту ее стоимость 100 тысяч. Условно говорю, да, как цифра. Условно 200 тысяч ее стоимость по факту. Ее завышают до 400, чтобы получить вот этот пропуск на паспорт турецкий. Но сейчас, когда стоимость 400, этого, конечно, меньше, это тоже было правило введено повышение этого порога с этим условием, отсеивать таких желающих. Но когда стоимость была ниже гораздо, то это была очень частая тема мошенничества. Министерство транспорта в Турции, сам министр Абдул-Кадир Уралуглу объявил о проекте закона, предусматривающем досмотр обязательных всех пассажиров. Это, конечно же, мера для безопасности, предотвращения террористических актов, провоза наркотиков, запрещенных средств и так далее. В общем, всех пассажиров будут досматривать помощи устройств при необходимости, ну вот эти пикающие штуки, да, и при необходимости вручную досмотр будут женщины, осматривают женщины, мужчины, мужчин. Те, кто откажется от этого, назовем так принудительного, но в законе прописанного досмотра, не будут допущены на рейс. Вот в законе пропишут вот такое наказание. Сотрудники частной охраны под назором полиции смогут досматривать багаж, груз и даже привилегии для всяких судей, прокуроров, неприкосновенных от политики, от государства. Всех абсолютно, 100% будут досматривать. И, опять же, поправка, да, что это будут делать частные организации, гювенлики, охрана частная под присмотром полиции. Сейчас, на данный момент, только полицейские имеют право делать досмотры по закону. Второй год подряд Галатасарай стали чемпионом Турции по футболу. Конечно же, активно праздновались, но не так, я скажу, активно, как год назад, потому что второй год подряд это было ожидаемо. Очень сильная сейчас смена игроков хороших набрали, тренерский состав очень хороший в Галатасарай. Неудивительно, они хорошо шли и стремительно к этой победе. Конечно, фейерверки, музыка, танцы, охрипшие телеведущие с места событий, отмечания тех, которые просто потеряли свои голоса. Все как всегда. Буквально вчера вечером был большой трехчасовой концерт в прямом эфире. Турецкие все звезды, шоу дронов, выступления различные. Фанаты радуются, такая, знаете, позитивная новость. Продолжаем хорошие, добрые новости. Президент Турции Эрдоган наградил азербайджанца. Награда эта называется «За верность». Его зовут Сарвар Баширли. Он в феврале 2023 года, когда произошло землетрясение, просто один из первых начал сбор гуманитарной помощи для жителей, которые попали в зону вот эту бедствие в Турции. Он собрал матрасы, питание, загрузил это все на свою старенькую машину. И просто поехал в Турцию спасать воды Аман людей. И потом, когда приехал, раздал гуманитарную помощь, остался на месте, разбирал завалы. В общем, активно, короче говоря, участвовал в гуманитарной помощи, в сборе и в разборе завалов. Выступление у него было на церемонии награждения в Анкаре. Туда его пригласил президент. И президент сказал, что мир держится вот на таких добрых людях, верных своей стране, своему обществу. Которые стремятся помогать ближним, всем, кто нуждается в помощи. Мир не без добрых людей. Хочу сказать огромное спасибо этому человеку. Его отметили по заслугам. Кстати, Галатская башня открылась для посетителей в эти выходные. После своей реставрации муниципалитеты культуры и туризма завершили эти работы. Теперь также с экскурсии можно подняться наверх башни. Наконец-то отремонтировали и крышу, и сами вот эти опоры, там кирпичи меняли. В общем, теперь это более надежно, чем было раньше. Потому что очень хорошая высокая, большая высота этой башни. И когда я была вот буквально несколько месяцев назад, последний раз до реставрации, я успела попасть на экскурсию туда, подняться на нее. Страшненько было, знаете, под ногами уже вылетали камешки какие-то вниз. Сетка, которая защищает, чтобы телефоны не выпадали, птицы не налетали, люди тоже не выпадали защитные. Она такая хлипкая была, уже где-то снята, порвана. В общем, ну, стоит удивляться, да, к чему здесь. Потому что Галатская башня, если вы откроете Википедию, вы увидите, что это одно из древнейших построений, одна из первых башен, которые сохранились до наших времен. У нее очень большая история. Боже, к ней просто прикоснуться. Но я обожаю историю, поэтому всем, кто будет когда-то в Стамбуле, прям обязательная рекомендация к посещению Галатской башни. Не пожалеете денег, поднимитесь на самый верх, выйдите на смотровую площадку, почувствуйте историю, которая у вас будет просто на ладони, под ногами. Помимо этого, красивый вид, красивые фотографии. Плюс еще музей есть в самой башне по этажам. История, в общем, это очень интересно. Я была очень много раз и еще посещу обязательно с удовольствием. Обожаю Галатскую башню. Такие новости Турции на данный момент. Спасибо, что смотрите. Пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых новостей. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok